Всем привет! Давно нас не было, не было роликов. Всё почему? Потому что мы ездили всей семьёй в путешествия. У нас есть такая хорошая традиция, когда у папы отпуск, куда-то ездить. Поэтому это была очень долгая поездка, 4 дня и 3 ночи. Мы были в горах Краснодарского края, жили в палатках, любовались звёздным небом, гуляли в лесу, по горам, смотрели на водопады. Это была очень запоминающаяся поездка для нас. Вчера вернулись, уже ночью вернулись, и сразу на таком контрасте как-то всё. Там в горах нет ветра, там ночами холодно, но днём жарко, в принципе. Здесь приехали опять ветер. Мы так устали от этого ветра. Там просто наслаждались отсутствием ветра. В огороде, пока нас не было, уже поспело созрел, точнее, горох. Утром уже сходили на выпуск, так скажем. Так что нужно будет его собирать. Гороха очень много, просто море гороха. Травы очень много выросло около дома. Тоже надо в ближайшие дни будет папе косить. Сейчас села за завтрак, поэтому у меня в руках ложка. Ну, вообще-то жарко, жарко. Но меня поразило то, что в горах днём жара, а ночами, вечерами, как только солнце садится, мы укутывались во всё, что возможно. Я ходила в футболки, в кофте, в олимпийки и ещё в куртки. Вот так вот. Люди, которые тоже ночевали в одном и том же месте с нами, даже в шапках ходили ночами, вечерами. Вот. Всё это я со временем покажу. Так что просто для этого всего нужно время. Но поездка, конечно, просто бомба. Мы были в Абширонском районе Краснодарского края. Ой, какая там красота. Мы ночевали с видом на Лаганаки. Просто решили поехать именно в эту часть, потому что нужно было сначала поехать в Краснодар по делам, опять к стоматологу. Вот. Поэтому выбрали непривычный нам маршрут, Краснодарский край, горы. Вот. А обычно мы ездим в Крым. В Крыму мы уже практически везде были. Поэтому вот такие вот новости. Кто-то у нас из будочки новой выбежал. Путешественница. Путешественники собачки у нас. Жарко собачкам. Температура у нас 32 градуса в тени. Вот это я понимаю, жара. Уже такое, честно говоря, я не люблю. Папа там виноград что-то обрезает. Пока мы ездили по горам, у нас в огороде очень много всего выросло. А редиски сколько у нас? Я хотя перед поездкой вырвала всю, маленькую даже, ну, которую уже можно кушать. Но сейчас там столько на грязках её. Поэтому вот у меня тазик. И идём. убирать редиску. Будем кушать её. В холодильник уберём, чтобы она у нас не испортилась. Грядок теперь у нас много с редиской. Вот эта грядка. То ли в конце апреля мы садили, то ли в начале мая. Она за пять дней взошла. Я уже забыла, честно говоря. Вот она. Уже большая, большая, хорошая такая. Вот это мультипульти. В общем, мультипульти просто самый-самый отличный сорт. Хорошая схожесть, очень вкусные. А там Дениска. Дениска, как-то, не знаю, похуже. Почему-то у нас взошла... Взошёл Дениска. Он же. Но редиска, да. Сейчас вечером уже стало не так жарко, поэтому уже можно выходить в огород. А так солнце, конечно, нещадное, не щадит. Я уже как негер. У меня плечи уже очень загорелые. Вот редиска. Получается, в мультипульти у неё белый такой хвостик. Всю вырываем. Всю, которая большая. Я вся в жёлтых пятнах. Просто меня покусали комары очень сильно в поездке. Поэтому решила помазаться йодом. И вообще, в путешествии столько клещей было, это что-то. Мы просто раз пошли по траве, потом приходилось сразу осматриваться. Снимали с ног клещей. У нас в саду сейчас очень, конечно, красиво. Вот вишни. Вишни вот в этом году будет очень мало у нас. К сожалению, были сильные ветра. И всю вишню посбивало. Весь цвет отпал. Там вообще такого количества вишни давно не было. Обычно у нас очень хороший урожай. Но, видимо, год на год не сходится. Скорее всего, в этом году мы вес вишнёвого сока остаёмся. Вон, какие лопухи выросли уже. Пока нас не было. Даже уже грызть начали её. Ну, такая хорошая, действительно, очень хорошенькая редиска. Очень вкусная. Некоторые сорта были, которые мы сажали, неудачные какие-то. Видимо, не вся подходит редиска. Нужно знать сорта. Так как сейчас жарко, собаку мама немножко так водой ополоснула. Хотя она сидит под навесом у нас. Там прохладно, хорошо. Ну, вот собака сейчас у нас с ирокезом. Да, Мишка? С ирокезом ты у нас. Ирокез, кстати, не показывал. Это папа сделал будку такую классную для наших собак. Два места. Хотели ещё, знаете, что сделать? Подписать типа места Мишка, Малышка. Потом говорю, нет, давайте не будем подписывать. Вообще здоровская будочка такая. И в этом месте решили мы её поставить около входа. Очень здорово. И это, кстати, не всё, что у нас появилось. Папа тут же ещё сделал кормушку. Ой, такая красота. Просто мы уже насыпали там хлебушка. Воробьишек-то у нас здесь много. Птичек много прилетает. Видимо, пока еды много. Так что они как-то пока не интересуются нашим скворечником. Не скворечником, а кормушкой его. Поближе покажу. Папа всё так покрасил, как полагается. Цветочки. Появились. Кстати, насчёт зоны отдыха всё хорошо у нас. Кто-то писал, ой, что в таком месте поставили. Там что, соседский туалет. Во-первых, у нас на том участке никто не живёт. Поэтому зона отдыха выбрана крайне удачно. Крайне удачно. Здесь всё очень хорошо, удобно. Ещё сказали, что будут там заводиться всякие жуки, букашки. Но у нас место такое, вроде здесь вода не скапливается, ничего не сыра. Пока всё крайне удачно. Тенёк. Под орехом. Для меня минус, что нельзя оставлять подушки, покрывала. Потому что если дождь, то это всё намокнет. Наверное, конечно, на зиму мы будем ставить... Ну, не только на зиму. В принципе, на дождливую погоду будем ставить под навес это всё переносить. Ну, пока на лето это самое оптимальное место. Ощу, как вам горятка с зеленью. Ну, а я забыла, это салат получается, да? Да. И рукола. Ну вот. Кинза? А, шпинат, шпинат. Ага. Листья большие, что-то мы не едим. Такие пучки, как можно, на продажу даже. В магазинах же точно такие же продаются. У нас между вот этим салатом растёт как раз-таки редиска. Мяукала. Мяукала. Киска. Кис-кис-кис. Вишня краснеет, но вообще мало. Вот это всё вишня на земле почему-то. Жалко так вообще. Всё в этих веточках вишнёвых. Ведь всё могли быть ягоды. Всё обдуло. Вот моя взросшенная кукуруза. Вообще красота какая. Хорошенькая. Самая вот такая большая тут. Вот. Я садила вроде бы 12 штук. Выжила у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук всего лишь. А вот и плантация гороха. Во время отъезда он весь поспел. Всё это у нас пойдёт на закатки. Решили сделать горошек. Хорошо, что пока мы ездили, он не перезрел. А то ведь могло быть и такое. Вот он сейчас как раз вкусненький. Но чтобы идти собирать горох, нужно попрызгаться, попрызгаться от мошкары. Потому что в начале лета и в конце мая у нас что-то столько мошкары просто заедает, закусали. Ладно, пусть мама поближе меня. Ой, всё что ли? Да ладно. Ещё немножко вниз. Ну, можно зайти. Конечно, лук у меня не для того, чтобы что-то собирать. Потому что руки голые, ноги голые. Но жарко как-то я не готова в тридцатку облачаться в одежду, которой я спарюсь. Поэтому буду надеяться, что я из этого неравного боя выйду неискусанная. Как говорится, одну ягодку в кузовок, а другую в рот. В общем, он такой будет. Конечно, нужно успевать. Он же потом жёсткий будет. Он невкусный потом будет, да. Надо все подряд и всё. Подряд все бери и всё. Вон можно встретить и курицам, да и всё потом. Интересно, в какую цену его продают. Ну, не знаю, что-то мы дорогу не видели, да? Ну, несколько лет назад в Краснодаре вроде бы, если я ничего не путаю, 130 рублей продавали за килограмм. Это если я ничего не путаю. Знаешь, так, шла с вуза, и там во дворах такие стояли торговцы. Кто-то в точках торговых, кто-то просто ящики выставляет. Знаешь, так оптом скупают и потом продают. Пришла у меня сейчас мысль такая в голову. Что, если не вручную это просто собирать вот здесь на жаре, да? А, например, взять ножницы и эти кусты чик-чикнуть какое-то количество и унести их уже в тень и там уже перебирать. То есть, по идее, мы не будем путаться, что мы здесь собрали или не собрали. И уже будет видно сразу. Я вот так подумала. Можешь попробовать ножницы принести? Ну, давай попробуем. Вот я даже не знаю, как на полях его собирают. Это тоже, представляешь, какие объемы для продажи? У дороги, что-то они там чистят. Мне кажется, им приносят, они всегда чистят. Может, как-то скашивают сразу. Ну, видимо, да. Потому что, ну, как-то я даже не надо... На самом деле, никогда не думали об этом, да? О, у меня куча такая. Я сразу пошла. И тут уже сразу это... Уже понимаю, что здесь все высобирано. Ну, а потом, да, эту кучу сложишь, как мучу он под дверью, да. Я сейчас здесь так... Я сейчас вручную беру. Голое пространство сделаю. Скажем так, просеку из гороха. Ну, да. Вот. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я ее даже не успела обрезать, поэтому она стала мягкой. Видимо, на солнце немного полежала, так что надо сейчас это доделать, чтобы она у нас не испортилась. Хвостики, ботву вот это все надо отрезать. Ну что ж, 4 дня отсутствия нас дома и такая чеплашка с редиской поспела у нас.